Очень важной вещью для поисковика является личный опознавательный знак в солдата рабоче-хрестьянской Красной Армии. Называли его «Смертный медальон», и первый такой появился в 1925 году. Он полностью копировал с собой царскую ладанку, выглядел он примерно вот таким образом. Он открывался, и внутрь вставлялся бумажный вкладыш, в котором указывались все данные о бойце. Но в 1937 году от ладанки отказались, по той причине, что ладанка показала себя крайне ненадежной, она была не герметичной, и вкладыш в ней очень быстро становился негодным. И в 1941 году на смену таким опознавательным знаком млечным пришли вот такие шести либо восьмигрангами, и были они в двух вариантах. Первый с ушком. Как правило, такие медальоны выдавали морякам, и такой медальон носился на шее. И второй вариант выдавался, как правило, сухопутным войскам, и носился такой вариант в специально отведенном кармане штанов. Внутрь такого медальона вставлялся бумажный вкладыш, в котором указывались все данные о бойце, начиная от его имени, фамилии и отчества, заканчивая его ближайшими родственниками. Он складывался на две половинки, скручивался и вставлялся внутрь. Когда боец погибал, то приходила похоронная команда, вскрывала смертный медальон, отрывала половинку вкладыша, и боец уже считался официально погибшим. Когда боец терял смертный медальон, то было положено выдать ему новый, но не всегда такое удавалось, и бойцы выкручивались как могли. Один из наиболее распространенных вариантов был вот такой. Пулю, то есть солдаты просто брали патрон, извлекали пулю от гильзы, высыпали порох и вставляли записку, переворачивали пулю и вставляли пулю таким образом. Либо был еще другой вариант. Вот такая капсула деревянная, она бралась из противогазной сумки. Внутрь вставлялся специальный карандаш от запотевания стекол. Этот карандаш извлекали из капсулы и туда вставляли уже бумажку, либо вкладыш, если бы. Также был еще один вариант смертного медальона, это так называемый блокадник. Отличался он тем, что у него вообще не было грани. Это было сделано с той целью, чтобы упростить производство. В 1942 году смертные медальоны были уже отменены, потому что руководство посчитало, что для опознания было достаточно обычных документов, которые при себе носил боец. у немцев был вот такой смертный медальон. Он был выполнен из металла и в этом плане, в плане материала он был гораздо совершеннее, потому что советский смертный медальон был не герметичен. По идее, здесь должна была быть резиновая прокладка, чтобы внутрь не попадала вода и влага, но их не выдавали. Поэтому, зачастую, когда находят смертный медальон, если в нем есть вкладыш, то он, как правило, набухший, и его трудно достать. На немецком смертном медальоне набивались специальные знаки, то есть тут не писалось ни имя, ни фамилия. Такой медальон, когда боец погибал, приходила похоронная команда, отламывала одну половинку, забирала себе, а другую половинку оставляла при бойце. Смертный медальон – это, наверное, самое главное вверх поисковика по той причине, что именно, как правило, благодаря смертным медальонам и устанавливают личность бойца. Но порой случаются такие моменты, что он скрывает смертный медальон – там пусто, либо там какие-нибудь иголки. С чем это связано? Это связано с тем, что среди бойцов было такое суеверие, что если ты заполнишь смертный медальон, то ты в скором времени погибешь. Поэтому некоторые бойцы, которые были суеверны, они не заполняли смертной медалью. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.